Дорогие друзья, продолжаем наше путешествие по великой книге Тейлим. У нас сегодня что? 56 псалом. Немного материала по 56 псалму и специализация, если так можно выразиться, это псалма следующая. Его написали все мудрецы со всех из книг одно и то же. Этот псалом считает тот, кто находится в заключении или как-то арестован или еще что-то. Написано каждый день, читающий это в заключении, ему это очень помогает. Вообще написано именно в комментарии к этому псалму, что все, что происходит с нами в этой жизни, это слова языка, на котором с нами разговаривает Бог. И даже когда нам кажется, что несчастья какие-то или сложности, это тоже слова и они полны любви, но мы этого не всегда видим. Вот как мы реагируем на то, как с нами разговаривает Бог, это как мы ему отвечаем. Что касается этого псалма, рекомендуется читать, написано, если ты чувствуешь себя, я цитирую дословно, книгу в железных тисках жизни, то есть при нужде, болезни и так далее. Читают в сложных обстоятельствах жизненных, когда человек обвиняют неизвестно за что, гонения какие-то, пребывает в унынии тоже. В древних книгах написано, что это молитва о помощи при борьбе с дурным началом. Когда ты чувствуешь, что какие-то злые силы тебя одолевают, вот это вот применяется. Что еще написано? Когда одолевают душевные и телесные муки, читают этот псалом для какого-то внутреннего укрепления в вере. Когда чувствуешь, что утрачена основа, одолевают сомнения. Еще очень интересно, что этот псалом надо читать, когда ты чувствуешь обиду, нанесенную близким, чтобы она ушла, тоже читается этот псалом. Когда не знаешь, как поступить в той или иной ситуации, тоже 56-й. И еще раз говорю, помогает в борьбе со своим злым началом. Но главное, что все пишут абсолютно мудрецы по этому псалму. Это псалом, который помогает тем, кто находится в тюрьме. Очень полезно именно для них. Ну вот, пожалуй, все. Брахавет лаха, до следующего псалма.